Пять лет в среднем требуется, чтобы освоить технику обращения вот с этим предметом, ядром. То, что у меня в руках, мужское, весит 7 килограммов 260 граммов. Профессионалы могут толкнуть его на 20 метров и больше, а в Иркутской области таких сильных людей, можно сказать, рекордсменов всего 8 человек. О них и о дисциплине толкания ядра в целом узнаете из традиционной рубрики «Лаборатория спорта». Выбор снаряда – дело серьезное. Для себя Ирина Кириченко – абсолютная рекордсменка среди женщин Сибири по толканию ядра, подбирает шар определенной шероховатости. Так кожа на ладонях целее будет. В момент отрыва от руки снаряд летит со скоростью 14 метров в секунду. Перчатки и бинты использовать нельзя. В толкании ядра нужно максимально чувствовать тело. Это очень интересно и увлекательно на самом деле. Это же технический вид, это первая работа головой. То, что совпали рост, параметры, скорость, сила, координация – это уже, естественно, природа дала. А тебе только остается это развивать. Развивать во мне толкателя ядра – занятие сомнительное. Ни роста, ни веса, ни нужного тонуса мышц. Даже переодеваться для тренировки смысла нет. Азы самого тяжелого вида в легкой атлетике приходится осваивать, по сути, в теории. Новичкам ядро в руки сразу не дают. Вот таким, как я, доверяют небольшой медицинский шар. Он весит всего лишь килограмм. Даже такой несерьезный предмет далеко не толкнешь. Опыта нет. Успешные спортсмены получаются из тех, кто уже освоил другие виды легкой атлетики. За плечами у Ирины волейбол, лыжи, бег. И отточенная техника работы с ядром, которая вырабатывалась годами. Даже отдельные элементы в точности не повторить. Для того, чтобы правильно толкнуть ядро, нужно соблюдать очень много условий. Во-первых, держать его исключительно на верхней части ладони, не обнимая. Прижимать мертвой хваткой и соблюдать угол 90 градусов. Толкать ядро начали в середине 19 века в Англии. Олимпийским этот спорт стал сначала для мужчин. И только спустя полвека для женщин. Теперь входит в состав легкоатлетического многоборья. У каждого спортсмена по шесть попыток. Выходить за пределы круга нельзя. Результат не засчитают. Мональный подъем, нервное возбуждение, испытываемые спортсменом, позволяют ему необычайно остро и отчетливо прочувствовать и оценить свои действия. Первым мировым рекордом у мужчин был результат в 10 метров 62 сантиметра. Теперь непобитой считается другая отметка. 23 метра 12 сантиметров. Покоренная американцем Рэнди Барнсом. Лучшая среди женщин наша соотечественница Наталья Лисовская. Мне об их результатах остается только мечтать. Главное сейчас не разбить случайно камеру. Конечно, такие выступления для этого зала редкость. Ведь здесь тренировались именитые спортсмены. Те, кто выезжал на главные мировые арены и защищал честь всей страны. В 1996 году на Олимпиаде выступали, в 2000, в 2004, в 2008, в 2012 тоже Ваня Юшков отобрался, но травму получил, видите, пять лет подряд наши олимпийцы выступали. Ребята были, которые выступали на Олимпиаде за сборную страны. Один из тех самых олимпийцев, Павел Чумаченко, многократный чемпион России, призер кубков и чемпионатов Европы. Теперь он уже не в большом спорте и не в большом весе. Со времен международных и мировых соревнований ему пришлось избавиться от почти 40 килограммов. Рабочий тонус, толкатель и ядра в обычной жизни содержать очень сложно и накладно. Мне пришлось сбрасывать мышечную массу путем диеты, прежде всего диета. И я никогда не бросал спорт. Я сейчас участвую в ветеранских соревнованиях, готовлюсь к международным соревнованиям по ветеранам, по легкой атлетике. Вот недавно был день Синюшиной горы, я участвовал в соревнованиях по жиму лежа, выиграл там успешно на количество. Поэтому я не отстаю от жизни. А еще Павел не оставляет свой любимый стиль толкания ядра – круговой мах. Этот способ придумал советский тренер. Сейчас его любят и чаще остальных практикуют американские легкоатлеты. Достичь подобной техники пока мечта. Для молодых спортсменов их немного. Опытные тренеры ждут новых поклонников спорта. Ведь он достаточно увлекательный и интересный. Даже мой оператор от попыток его освоить не удержался. Хочется верить, что будущее у толкателей ядра в нашем регионе определенно есть. А у меня теперь есть бесценный опыт. Влад Рыбакова, Сергей Полянский. Новости по будням.